Всем привет! Сегодня снова с вами я, Пётр Саранча, Хелиум. И я решил записать такой небольшой ряд, видеокурс уроков, которые посвящены Липоселейшену. Различные вибрации кубами. И сегодня я хочу рассказать вам про один из своих любимых звуков, который звучит вот так. Ди-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- использую его на выступлениях и я тренирую этот звук уже наверное седьмой год и хочу сказать что этот звук у меня до сих пор прогрессирует он с каждым годом становится лучше и лучше более объемный такой более массивный по звучанию если вы посмотрите мои видеозаписи с тринадцатого с четырнадцатого года то вы можете заметить огромную разницу звучание этого звука как его делать есть две составляющие в этом звуке первая составляющая это обычный голос причем некоторые думают что этот бас делается с горловой вибрации с горловым басом но на самом деле используется обычный голос и вторая составляющая это вибрация губами и получается из двух составляющих у нас складывается вот этот звук сразу же хочется сказать про вибрацию губами что я делаю именно через бок потому что мне так проще контролировать так скажем глубину остроту вибрации проще делать какие-то вариации с этим басом вы можете делать в принципе через центр я через центр не делаю можно попробовать ну не знаю мне через бок как-то гораздо проще нам не нужно делать очень массивную вибрацию как пэш делает да свою бочку нам нужна именно такая тонкая вибрация губами в чем твоя задача твоя задача в том чтобы сделать одну и ту же вибрацию голосом и одну и ту же вибрацию губами ты должен сделать тоненькую вибрацию с помощью губ вот делаешь вибрацию а теперь пытаешься подставить к этой вибрации голос который будет совпадать с этой нотой не нужно сильно давить эту вибрацию она очень мягкая я делаю ее очень расслабленной и наверное для того чтобы найти эту вибрацию можно использовать вот этот слог у вас скорее всего уйдет достаточно много времени чтобы научиться тянуть эту вибрацию как я сейчас показал но это как раз первое что нужно научиться делать нужно научиться тянуть хотя бы одну ноту вот таким образом далее нужно пробовать растягивать этот бас то есть шагать от верхней ноты к низкой к нижней ноте или наоборот с нижней к верхней и в принципе этот бас можно сделать еще ниже и если хочешь сделать очень низкую ноту то нужно сделать вибрацию очень расслабленной но все-таки диапазон вот этой вибрации это насколько высоко и низко ты можешь делать этот бас это будет ограничиваться диапазоном твоего голоса то есть я могу максимально низко так сделать голосом у меня и вас будет также также звучать но как бы это непривычно для моего голоса поэтому вибрации уже звучит совсем тихо поэтому все-таки лучше использовать тот голосовой диапазон где ты более более менее уверенно себя чувствуешь где вибрация звучит хорошо то есть ниже вот этой ноты я стараюсь все-таки не опускаться потому что там вас звучит уже как-то ну совсем тихо неестественно вот и как я сказал не нужно делать эту вибрацию очень напряженной вот так старайся делать как можно мягче единственное если ты хочешь сделать бас более массивным ты можешь раскрыть раскрыть глотку вот таким образом то есть ты как бы создаешь такой купол у себя в горле но это достаточно сложно поэтому сначала выточи именно вот эту тонкую вибрацию А потом уже пытайся делать какие-то другие вариации Также с этим басом, как я сказал, можно делать различные рисунки Например Ну и, наверное, собственно, всё Ну и когда ты научился делать этот бас, ну хотя бы научился делать одну ноту Пробуй сразу же делать какие-то простые биты Всем большое спасибо за просмотр Надеюсь, что понятно объяснил Если будут вопросы, пиши, спрашивай Скоро увидимся